Шелест травы, топот копыт, свист тетивы и дуновение степного ветра, попавшего в пол и стебелёк. Всё это звуки, которые окружали наших предков. Слушиваясь, люди научились воспроизводить их сами, придумав самые разнообразные музыкальные инструменты. Мобильные, лёгкие и удобные для кочевой жизни. Это проект о музыкальных инструментах, созданных великой кочевой цивилизацией. Скрипку по праву называют королевой всех музыкальных инструментов. Её чарующие звуки, изящные формы завоевали миллионы сердец по всему миру. Её создавали гениальные мастера Европы, а великие композиторы для неё писали свои шедевры. Имея многовековую историю, во все времена она оставалась актуальной и играла ведущую роль в оркестре. Но куда ведут корни символа классической музыки? Где же зародился самый первый смычок? Исследования музыкальных инструментов длятся уже не первое десятилетие. Так, в середине прошлого века европейские учёные пришли к выводу, что прародителем классической скрипки является древнетюрский смычковый инструмент. У потомков намадов, казахов, этот инструмент называется кобыс. Этот инструмент овеян мифами и легендами. Согласно казахским преданиям, кобыс был создан в долине реки Сырдарья. Появление кобыза кочевники связывают с именем Коркута, полумифического персонажа, которого считают создателем инструмента, первым музыкантом и композитором. На мой взгляд, образ Коркута – это образ всемирного величайшего духа, который имеет очень много параллелей с другими известными, скажем, хамбарата у киргизов есть. Но камбарата имеет отношение к созданию комуза трёхструнного. Легенды о создании инструмента, кобыза, например, есть у каракалпаков, есть легенда у монголов и у тувинцев о том, как появился моренхур. Моренхур – это вот тот самый вертикально посаженный инструмент. Там конская головка изображена, моренхур. Морен, буквально, с монгольского – это мерин русская, это лошадь. Хур – это инструмент. Инструмент двухструнный. Струны из конского волоса – белая одна, другая чёрная. Вот эта белая и чёрная струна ещё в начале века была у казахов тоже. Вот, но сейчас уже забыто полностью. Теорию о реальном существовании Куркыта поддерживают сохранившиеся под его именем произведения, дошедшие до нас примерно с VII-VIII веков, когда, предположительно, жил их автор. Один из последних кюев Куркыта называется «башпай», что значит «большой палец ноги». Говорят, Куркытата создал это произведение в последние годы жизни. Он в поисках бессмертия прибыл на берега Сырдарии. Согласно легенде Кюйбашпай, Куркытата создал после того, как случайно задел после трапезы сестру пальцем ноги. Он сильно расстроился и велел после смерти похоронить его таким образом, чтобы палец на его ноге оставался на поверхности земли. Словно эта часть тела была недостойна даже могилы. Эта история свидетельствует о том, как трепетно относились к девушкам в степи. Более достоверные упоминания о Куркыте встречаются среди древних рукописей тюркских племен. Исследователи считают, что прообразом легендарного старца послужил герой Агузского эпоса, который так и называется – «Китаби Деде Куркут», то есть книга дедушки Куркыта. По мнению ученых, сказания и песни в эпосе созданы не ранее 8 века. В нем описаны события времен захвата Агузами кавказских племен. В каждой главе произведения присутствует старец по имени Куркут. Он является автором песен и сказаний, к нему обращаются за советом и для решения споров. Словом, образ Куркыта является общетюрским наследием. Например, у нас говорят, что Куркытата жил в Казалардинской области. На берегах Сырдари, что он умер там и похоронен, что когда-то там было его захоронение, но его смыло водой. Но когда я был в Турции, нам показали могилу Куркытата. Они доказывают, что он посещал Кавказ, территорию современной Турции, и что он захоронен у них. Существовал ли Куркыт на самом деле, ученые сказать не могут. Вероятнее всего, это собирательный образ. Тем не менее, мудрого Куркыта почитают во многих тюркских странах. В Казахстане, на предполагаемой родине создателя Кобыза, установлен мемориальный комплекс. Центром архитектурного ансамбля является памятник в виде четырех Кобызов, которые смотрят в разные стороны света. Дело в том, что вот этот памятник Куркуту, о котором вы знаете, он же был как раз изображен на основе вот этой идеи. Того, что когда умирает Бахса, шаман, на его могиле оставляет Кобос. Кобос. И он играет сам. Там идея была такая. Вот они поставили три стилизованных изображения Кобыза, между ними разные длинные трубки. По идее, создатели во время ветра должно слышаться какой-то звук, завывание этого ветра благодаря такому природному органу. Легенды связывают имя Куркыта не только с созданием инструмента, но и с ранней религией – тенгрианством. У древнетюркских племен были шаманы, покровителем которых считается тоже Куркыта-та. Есть такие слова записанные, легенды есть. Куркыта-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Владыка подземных вод или нижних вод, возможно, имеется в виду Низовья Сырдарьи. Может быть, так. Неизвестно. И «Разве ты не покровитель Бахсе?» В самой этой фразе, которая была записана, это фольклорный текст, который, по-моему, Радловым был записан в «Степях». То есть это вот такой вот слой легенд, который явно указывает, что Корхот был связан не просто с Кобыжем, а с Бахсе. Он был первый музыкант и первый Бахсе. Кобыж издревле активно использовался для лечения и проведения ритуальных обрядов. И даже сегодня эта традиция сохранилась у многих тюркских народов. Это наследие всего тюркского мира. И если у казахов этот инструмент называется «Кобос», то в данном случае я в руках держу туинский народный инструмент, который называется «ИИЛ». Это был инструмент шамана. Это был инструмент человека, практикующего, не музицирующего для развлечения, скажем так. То есть этими звуками производилось исцеление, лечение, гармонизация, восстановление и все вот в этом плане. Но ни в коем случае не для развлечения. Возможно для души определенные звуки, для себя. Считалось, что причина болезни, не как сейчас у нас медицинские причины, а причина болезни считается, что похищена душа человека. Поэтому надо ее, путешествуя в иные миры, добыть, эту похищенную душу найти, ее похитили злые духи. Поэтому функция шамана заключается в том, что он берет свой кобыс и использует ее как транспорт. То есть он садится на свой кобыс и путешествует в иные миры. Кобыс – один из тех инструментов, которые степняки наделяли особым, сакральным смыслом. Его структура моделирует мироздание, таким его представляли тюрки. Четкое деление на три части символизирует верхний, средний и нижний мир. В соответствии с этими представлениями, на кобыс шаманы надевали различные подвески, перья птиц и крепили зеркала. Все это – символы духов помощников и предметы, помогающие совершить путешествие в их мир. Сама форма кобыза, напоминающая ковш, которым сегодня потомки древних тюрков размешивают кумыс, также связана с самым древним мифом о сотворении мира. Согласно этому мифу, существовала в начале эпоха хаоса, когда земля была покрыта водой, и день не сменял ночь. То есть дня фактически не было, была только ночь. И вот в один прекрасный день Всевышний, который создал всё, создатель мира, создатель человека, создатель всего живого, он решил размешать ковшом землю и воду. В результате этого размешивания образовался такой небольшой островок, на котором и появились первые существа. ПОДПИШИСЬ НА КОБЫЗИ 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 Один из них хранится в Музее народных инструментов. Этот наркобыз принадлежал баксы Жарасу, жившему примерно пять веков назад. Этот кобыз сделан в 16 веке из абрикосового дерева. Корпус обтянут кожей одногорбого верблюда. Баксы Жарас был известен в Жамбульской области и в Южном Казахстане, в регионе Житысу. Его кобыз позже передавался из поколения в поколение. В наш музей его принес потомок Жараса, Бижан Култасов, в 1983 году. До него этот кобыз хранился у шести поколений баксы Жараса. В 1942 году один из его потомков по имени Буралык ушел на фронт и не вернулся. А инструмент перешел к его сыну Бердибеку, затем к Бижану, который передал кобыз наш музей. Это копия кобыза, который принадлежал моему предку в пятом поколении – Тлепу Аспантайулы. Оригинал этого инструмента хранится в городе Аркалык, но он плохо сохранился, поэтому мы сделали копию. Потомок кобызиста Тлепа Аспантайулы – известный казахстанский путешественник и исследователь Саппар Искаков. Он в прямом смысле слова идет по стопам предков вот уже несколько лет. Аксакал объездил множество стран, искал и по крупицам находил артефакты, различные свидетельства, так или иначе, связанные с тюркской культурой и историей. В 1985 году в ходе раскопок в Украине на левом берегу Днепра археологи нашли музыкальный инструмент, выполненный из дерева. Находка хорошо сохранилась, что позволило опознать в ней кобыз длиной 70 сантиметров, со струнами и смычком из конского волоса. Сохранился гриф, сохранились колодки, сохранились нарезки под лады, сохранился струнодержатель. В конце концов, мы знаем форму и размеры. Таких инструментов на территории Украины никогда раньше не было. В целом, это половецкое время, то есть это где-то примерно от 11 века нашей эры до 13-го, начало 14-го века нашей эры. Ну и в этих рамках, как считают специалисты, скорее всего, на это погребение относятся к более поздней части этого диапазона. То есть это где-то 13-й век нашей эры. Мы специально отправились в Украину, обратились в фонды их археологического музея, чтобы увидеть находку. Мы полностью замерили размеры, сфотографировали и в результате сделали вот такую копию. Это кабыз примерно 12-13 веков. Но как же кабыз оказался так далеко от места своего создания? В стране с совершенно иным укладом и непохожей музыкой. Ответ кроется в истории и общих предках, кочевавших почти тысячи лет назад от низовьев Дуная до озера Балхаш на юго-востоке Казахстана. По названию этих племен степи Евразии в этот период историки называют Дэштикипчак – Кипчакской степью. Еще раньше, до 10 века, эти земли называли агузскими степями. Нынешние потомки агузов – это турки, туркмены, азербайджанцы, дагаузы. Все тюркские народы говорят на кипчакском языке. Многие из них считают себя прямыми потомками кипчаков. Среди них казахи, узбеки, киргизы, каркалпаки. Еще кавказские народы, например, нагайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, кипчаки в Венгрии. Кроме того, когда я был в Украине и Белоруссии, заметил, что многие там называют себя потомками половцев. А половцы – это и есть кипчаки. По фотографиям и замерам алматинские мастера воссоздали кипчакский кобыз. Вопросы оставались к трем отверстиям на головке. Ведь всем известно, что у кобыза всего две струны. Для чего же было сделано третье отверстие? Третье отверстие отличается и по размеру, и по расположению. Оно находится ближе к остальным двум. Поэтому мы предположили, что оно служило для закрепления к конскому седлу. Ведь раньше кочевники все время проводили на лошадях. Поэтому мы привязали ремешок к этому отверстию. Реконструкция этого инструмента – совместная работа мастеров и ученых. Так историки и археологи подсказали, что по описаниям некоторые детали кобыза были костяными. А корпус конкретно этого инструмента сделан из ясеня – одной из самых крепких пород деревьев. Вот этот держатель для струн мы сделали из коровьего рога. Вот это – роговая пластинка. Корпус обтянули козьей кожей. Таким образом собрали этот инструмент. После этого музыканты пробовали на нем играть, проверяли звук. Они остались довольны. Некоторые даже сказали, что инструмент каким-то образом дает больше звука, чем это позволяет его небольшой корпус. Они этому очень удивлялись. Задача мастера при реконструкции археологической находки – не просто восстановить внешний вид, но и постараться наделить копию свойствами оригинала. Поэтому над звуком работали отдельно. Несколько раз пришлось менять струны и дорабатывать смычок. Смычок был сломан в этом месте. Сохранилась только рукоять. Она лежала рядом с инструментом. На ней даже сохранилась вот такая резьба. Мы восстановили узор на ручке и сам смычок. Не знаю, какой он был длины. Но вообще смычок не должен быть длиннее самого инструмента. Поэтому мы определили подходящую длину. Давайте послушаем, как он звучит. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 захоронение воина-шамана с мечом и музыкальным инструментом, который нельзя с полной уверенностью назвать кобызом ввиду почти полутора тысячелетнего возраста. Скорее, этот струнно-смычковый инструмент – общий прародитель кобыза и дамбры. Находку также отдали на реставрацию, чтобы каждый желающий мог иметь представление о том, как выглядел древний инструмент. Должно быть, именно так звучал древний кобыз на просторах Дэштикипчака. Струны из мучок из пучков конских волос, деревянный корпус, обтянутый кожей, давали глубокий мистический звук. Большой интерес у музыкантов сегодня вызывает именно исконное звучание древних инструментов. Архаичный кылкобыз со струнами из конского волоса ныне используют в этнофольклорных ансамблях. Вместе с тем он остался и в ритуальной практике, которая сохранилась по сей день у многих потомков тюрков. Там нет такого кристально чистого, абсолютно такого стерильного звука, лишенного всяких призвуков. Нету. Как человеческий голос, то есть богат абертонами, богат призвуками, понимаете? Это наше чистое. Это, кстати, то, что отличает казахскую музыку от европейской, в частности. Там исторический процесс идет к очищению звука. А у нас изначально вот этот звук богат, он такой, он не стремится, он очистится. И когда наши пытаются очистить этот звук, это получается не казахская музыка. Музицирование считалось, что, играя на музыкальном инструменте, особенно на кубызе, человек может предугадать будущее. То есть человек, играя на музыкальном инструменте, может предсказать судьбу человека, и музыкальный инструмент всегда говорит правду. Потому что рифмованная речь, она заведомо не лживая. Так считали тюрки. Возможно, будущее при помощи кубыза уже нельзя предугадать. Зато он отлично может рассказать о прошлом. Глубокие, богатые звуки древнего инструмента могут погрузить слушателя в легкий транс, когда перед глазами всплывают картины из жизни Дэшти Кипчака. Кубыз – это инструмент, ставший важным символом тюркской культуры. Он не только заложил основы музыки у кочевых народов, но и послужил причиной появления множества фольклорных и литературных произведений, обрядов и ритуалов, к которым можно относиться по-разному, но нельзя отрицать их влияние на жизнь и культуру намадов и сегодня.